День защиты детей пришел в нашу жизнь уже давно, но кажется, именно сейчас начинает обретать новые смыслы и особую актуальность. Мероприятия, посвященные хрупкому миру ребенка, прошли и в нашей республике. Квизы, конкурсы, мастер-классы и флешмобы. Чем еще радовали детей, маленьких и не очень, знает Ксения Лосева. Яркое солнце, бабочки, воздушные шары и широкие улыбки. Таким видят мир ученики физико-математического лицея-интерната. Выставку рисунков здесь приурочили к Международному дню защиты детей. И пусть праздник считается одним из самых возрастных, решение о его проведении было принято в Женеве аж в 1925 году. Сегодня в него вкладывают новые смыслы. Дети, конечно, остались прежними, но уже очень сильно изменился мир вокруг них. Нынешняя реальность дополнена новыми технологиями, социальными сетями и модными гаджетами. Поспевать за всеми изменениями не под силу даже многим взрослым. С современным детям сложнее в плане учебы, потому что появляется больше знаний, больше приходится учить, готовиться к различным конкурсам. Их тоже становится больше, но это придает какой-то интерес. Потом современным детям легче будет во взрослой жизни, потому что они уже более подготовлены, больше всего знают. Занятия в детском саду, уроки в школе, домашнее задание, подготовка к конкурсам и дополнительные секции. Современным детям приходится успевать все. Времени на отдых, как признаются сами ребята, остается немного. Но и его стараются проводить с пользой. Все чаще выбирают здоровый образ жизни и подвижные занятия. Вот и сегодня решили проверить свои силы в перетягивании каната, прыжках в длину и других эстафетах. Дети любят спорт, поэтому из-за того, что они очень много проводят времени за партами, занимаются практически до 5-6 часов вечера, движение им необходимо. У нас работают несколько секций, футбольная, баскетбольная, тренажерный зал, очень хороший танцевальный кружок. Мы даже пишем исследовательские работы на эту тему, и они сами доказывают опытным путем, что без спорта, без занятий голова будет меньше работать. Ну и какой же праздник без битвы умов? Нынешние дети намного быстрее разбираются в новом, совершают открытия и изучают языки. А еще постоянно расширяют свой кругозор. Так, например, в последний учебный день этого года ребята из лицея для одаренных детей собрались на квиз. Вопросы, самые разнообразные и неожиданные, на большую часть не сможет ответить и взрослый. Но трудности здесь никого не пугают. Наоборот, делают саму игру интереснее, а противостояние между умами ярче. Нагрузка, в принципе, отличается от обычной школы. Нагрузка порядочная. Ну, ребята, в принципе, поначалу ребятам сложно, потом они уже втягиваются в этот режим и вполне все справляются. Посещают даже дополнительные еще кружки школы языковые различные. Особое внимание в праздник, впрочем, как и в другие дни, уделяют и детской безопасности. Впереди летние каникулы, когда многие ребята будут предоставлены сами себе. Здесь важно, говорят специалисты, еще раз рассказать ребенку, неважно маленькому или уже большому, о правилах поведения на природе и в городе. Ведь какими бы самостоятельными ни были современные дети, они всегда будут нуждаться в защите и заботе взрослых. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрген Сыктывкар.